Друзья, товарищи, меньше чем через месяц мне исполнится 25. Я за свою жизнь успел поработать продавцом-консультантом, фотографом на теплоходах, организатором детских мероприятий, но с момента, как я закончил вуз и получил свое высшее образование по одной из самых нелепых для поиска работы в России профессий журналист, я никогда не работал на обычной работе. И это одна из моих главных жизненных стратегий. За вот достаточно долгое время моего путешествия по этому пути, я успел как миллион раз сказать, ох, как же я был прав, как же я лучше всех этих рабов офиса, так и наоборот разочароваться и думать, зачем я все это делаю. И сейчас, даже живя в Нью-Йорке, я избегаю обычных работ, несмотря на то, что на них я мог бы заработать в несколько раз больше, чем на своем блоге, даже если бы я официантом пошел. В этом ролике я поделюсь с вами нажитыми мыслями, а в комментах вы сможете найти здоровенные полотна бумеров про то, почему я не прав, вообще современное поколение охерело, и мысли тех, кого я не забаню, думаю, могут отлично поопонировать моему взгляду на это. Да я и сам себе поопонирую в этом ролике. В общем, здрасте, вы на канале Сейна, и я профессиональный безработный. В этом ролике я буду много говорить про плюсы и минусы фриланса, но чтобы об этом не только рассуждать, а дойти до каких-то понятных достижений, нужен актуальный востребованный скил. И вот вы когда-нибудь задумывались, каким образом находят работу фотографы в мире, где, во-первых, очень много фотографов, а во-вторых, каждый второй считает, что он на свой айфон снимет гораздо лучше, да еще и бесплатно. Дело в том, что у каждого из них собственная маленькая узкая ниша. Кто-то снимает свадьбы, кто-то снимает продуктовую фотографию, кто-то снимает гонки в пустыне. И несмотря на то, что он занимается этим профессионально, он не заканчивал вуз на факультете фотографии гонок в пустыне. Если вас тоже привлекают современные творческие профессии, сейчас порекомендую супервариант. Бесплатный курс по 3D-моделированию от Udive School. За три дня вы освоите Blender 3D и сделаете анимированный кейс в портфолио. И все это с личным сопровождением куратора. Вам не нужно уметь рисовать или знать языки программирования. Но вот какие работы вы сможете создать после всего лишь трех дней обучения. По-моему, красота. А дело в том, что за это время вы научитесь работать в Blender, создавать 3D-модели и комнаты. Узнаете, что такое рендер и как его настроить. Научитесь настраивать освещение сцены. Получите скилл для поднятия среднего чека, если уже работаете в дизайне. Узнаете, как с нуля начать свой путь в новой профессии и положить готовый кейс в формате видео к себе в портфолио. Вы на себе испытаете, что такое быть 3D-художником, а после сможете получить профессию 3D-визуализатора, где вам расскажут, как на этом заработать и найти первых клиентов. А зарплаты начинающих специалистов в этой области стартуют от 80 тысяч рублей. А чтобы ваши навыки стали еще актуальнее, UDAEF School дарит доступ в закрытый чат 3D-визуализаторов для общения в комьюнити единомышленников. Места на бесплатное обучение ограничены, поэтому скорее переходите по ссылке в описании и забирайте доступ ко всей базе знаний для стартов профессии с личной поддержкой куратора за 0 рублей. Возвращаемся к ролику. И начнем с самого очевидно плохого про работу. Это своеобразные работы-ловушки. Дело в том, что вы можете устроиться там кем угодно, там не суть важна какая именно профессия, но в общем огромное количество работ в вашей жизни, как правило самых легко доступных по объявлениям на HeadHunter и других сайтах, или короче тех, на которые много кого берут, они с легкостью могут забрать бесконечное количество драгоценных лет в вашей жизни, которые ограничены только тем, насколько долго вы с такой работой проживете, и ничего не дать вам взамен. Не вырастить вашу карьеру, не обеспечить вас какими-нибудь знакомствами, не обеспечить вашу старость. Они просто будут доить вас до момента, пока вы будете это позволять, а когда как-нибудь вот ситуация так сложится, что им больше не выгодно будет вас содержать, они вас с удовольствием выпнут, и все. И все вот эти вот потраченные годы, что вы пришли на эту работу, что вы ушли с нее, вам от этого ни горячо, ни сыро. Ну потом принесете на следующую работу какие-нибудь документы о том, что я вот столько-то работал там. Ну, опыт и вывод, который я вот к 25 прям отчетливо сделал, нет ничего проще, чем просрать жизнь. Да, любой срок там в 10 лет, 20 лет, 50 лет, все это огромные цифры, это море времени. Но жизненная рутина, это самая затягивающая штука из всего, что можно представить. То есть кто-то там сидит на чем-то тяжелом, бухает и просаживает жизнь, так как вот мы привыкли описывать просаживание жизни. Но при этом вы также можете работать на работе, которая вам не нравится, но зато это доступно и комфортно, и вообще вариант стабильный. У вас вроде все время занято, но зато лишних мыслей в голове нет, и вообще как-то понятно, куда завтра идти. И получается, что большая часть вашего времени и сил уже занята. Вы живете от зарплаты до зарплаты, соответственно, не можете никуда не инвестировать, не начать какое-то другое дело, не образовывать себя дальше, опять же, если вы не обладаете какой-то прям супер серьезной силой воли. И все. И таким образом, вы вот в этой вечной ловушке, что вы просто просаживаете всю зарплату, просаживаете всю зарплату раз за разом, и на этом все. Это бесконечный цикл. Это исключительно отрицательный сценарий, который я рекомендовал бы избегать в любом случае. То есть, опять же, если у вас нет понятной перспективы карьерного роста, если вот должность, на которой вы, или там какая-нибудь позиция в самой компании, не сулит вам каких-то допов, вы не складываете себе что-то в портфолио, вы не растите себе имя в индустрии, или вы не накапливаете денег, если ничего из этого ваша работа не дает, бегите оттуда. Это ловушка. И нельзя не заметить, что серьезная доля всей этой ловушки, даже не в том, что эти вот деньги, заработанные на работе, когда вы живете от зарплаты до зарплаты, не дадут вам чего-то необычного, чего-то экстра, какие-то главные прелести жизни. Даже обычные прелести жизни, они вам, вероятно, не дадут. Потому что, например, вот помните, сколько-то лет назад все так обсуждали тех, кто выбрал быть child-free. Как это так? Они захотели не иметь детей. А теперь огромное количество людей не могут позволить себе иметь детей, потому что это становится все дороже и дороже. И детские сады, и школы, и тем более университеты продолжают дорожать по всему миру. В Америке это, конечно, ярче всего заметно, но во всем мире тренд один. По поводу жилья то же самое. Ну, я думаю, вы уже видели ценники на покупку жилья в своем городе, а потом видели зарплаты в своем городе. И как одно сочетается с другим, в огромном количестве развитых стран люди не знают и не понимают. Из-за этого уже складываются целые социальные тренды, как, например, doomspending. Суть в том, что люди покупают невозможно дорогие вещи, как, например, там какую-нибудь сумку Gucci условно, потому что они сдались в том, чтобы пытаться накопить. То есть раз на дом я все равно не заработаю, дам себе почувствовать себя вот классненько тем, что куплю что-нибудь дорогое, но разовое. Чуваки, честно говорю, херня. Я, может, как-нибудь разверну эту мысль больше, но реально. По-моему, вот есть класс премиума, а есть класс лакшери. И премиум это действительно лучшие вещи, что вы можете получить. И там работает по принципу скупой платит дважды. Вот за премиум платить имеет смысл. Все, что лакшери, это вы тратите огромные деньги на свою низкую самооценку. Но если вам не по финансам сумка Gucci, нахера одна она вам? Или нахера на нее копить? Ну правда. Ну ладно, сейчас не об этом. Кроме doomspending, есть еще такое движение, которое называлось Lion Flat Movement. То есть движение лежи ровно. И это стало большой проблемой в Китае. То есть там тоже очень серьезный кризис с жильем. И молодое поколение настолько отчаялось вот в попытке пойти по этой вот дороге успеха, которая не слишком ярко прослеживается, что они просто лежали дома и играли в игры. Буквально сдались окончательно. И проблема стала настолько серьезной, что в Китае даже в ТикТоке забанили все возможные теги и упоминания этого движения, чтобы не распространять его дальше. Потому что это видят как реальную проблему. Так что если у вас ощущение, что вы не понимаете, как жить эту жизнь, вы как минимум не одиноки. Я вообще в этом ролике хотел сначала первую половину пропагандировать фрилансерство и вот свободную жизнь, которой я типа живу, а потом наоборот засирать этот образ жизни. Ну а сейчас начнется серая зона, прям сразу пойдет. Хочется сказать, что образование в данном случае не важно. Не в смысле, что вам не стоит его получать, а в смысле, что и с ним, и без него вы можете получить как херовые, так и хорошие варианты. Потому что вот сейчас это не подводка к интеграции, реклама курсов не начнется, она уже наверняка была. Кучу современных профессий вы можете освоить за несколько месяцев. И естественно, вы не освоите ее полностью. Вы получите базовые навыки, а после этого по жизни вам нужно будет доучиваться. Это то, мне кажется, в принципе, к чему нужно быть готовым в любом случае, об этом будет дальше в ролике, что вам так или иначе лучше доучиваться и повышать свою актуальность. Но история в том, что для того, чтобы получить какую-нибудь клевую позицию с перспективами и дальше расти вот в чем-то, не обязательно получать высшее образование, но также и получив высшее образование, вы можете оказаться в работе ловушки, которая просто будет вас доить. Вы будете бесконечно зависеть от херового начальства. Еще у нас офигенная привычка терпеть в культуре есть, которая еще оставляет людей, ну знаешь, где-то вообще хуже, где-то начальники буквально ноги вытирают, блядь, об своих работников, поэтому, ну ты посиди, посиди. Но перед тем, как перейти к следующему пункту, скажу последнее про образование. Мне кажется, что если у вас есть вариант получать или не получать высшее образование, лучше его получать, но если у вас нет какой-то идеальной профессии в голове, выберите его по предметам. Просто вот смотрите, на каких факультетах какой набор предметов изучают, и попробуйте поступить, попробуйте договориться, сделайте вот что угодно, потому что мне реально кажется, что очень на много что в вашей жизни это повлияет. Даже не в вопросах профессии, а в вопросах вашего кругозора, ваших знакомств, ваших перспектив в жизни и в ваших ощущениях от жизни. То есть, вплоть до засилия нынешнего популизма в политике, вот просто посмотрите, на какие группы населения больше всего эти популисты влияют и проталкивают одинаковые, совершенно невозможные идеи, которые, очевидно, никогда выполнены не будут, но они громкие. Но мы сейчас не про образование, переходим к более важному пункту, то, что в любом случае наемная работа это чужое дело. Я в какой-то момент в англоязычном тиктоке начал натыкаться на серию видосов, которые вызывали прям большой ажиотаж в комментах про корпоративную лояльность, про то, что компания это не ваша семья, что они вот на самом деле говорят вам, что мы дружный коллектив, мы поддерживаем друг друга, но на самом деле у них свои интересы, они могут уволить вас в любой момент. Вау! Я в этом плане совершенно не левых взглядов, но как сам человек, который вот нанимает людей, если какой-то чел, который делает мне дизайн и монтирует мне видосы и так далее, будет херово выполнять свою работу, я перестану с ним работать. Более того, если у меня начнутся какие-то финансовые проблемы, я тоже перестану с ним работать. То есть, я абсолютно на респекте, я буду рад наполнить ему портфолио и так далее, но при этом у меня есть в первую очередь свои интересы. Ровно та же, ровно та же у любой компании будут в первую очередь ее интересы и естественно, ни в коем случае не нужно вестись на всю эту тему про корпоративную лояльность и если какая угодно работа с образованием или без вам не приносит лично вот профитов, которые были описаны выше, не растит ваше имя и не дает вам индивидуальные плюшки, которые вы с собой потом сможете унести, если вы вот пока работаете на нее и тратите годы жизни, если вы сами не растете каким-то образом и не становитесь более дорогим специалистом и ценной единицей на рынке труда, то это тоже ловушка, это абсолютная стагнация. Ну и конечно же, в отрезке с хейтом о обычной работе я не могу не упомянуть про свободу, которая есть у меня как у фрилансера. Вот знаете, кто-то там устраивается на работу и ему дают две недели отпуска в год. Ха-ха-ха-ха! Смеюсь я в голос, да как вы можете вообще ко мне так относиться? Знаете, когда у меня отпуск? Когда я хочу! А знаете, че еще? Вот солнечный день на улице, вот просто солнце вышло, да, хорошая погода. В этот день у меня выходной. Почему? Потому что я так сказал! Мистер свобода! Мистер фриланс! Конечно же, мне никто не может сказать, сколько дней мне болеть. Конечно же, никто не заставляет меня вставать по утрам, никто не может задержать меня на смене позже, чем я хочу, чтобы я не успел на какой-нибудь там автобус к себе домой. А несмотря на то, что этот пункт я говорю по большей части с сарказмом, потому что я его потом буду опровергать, для меня это реально все-таки ключевые вопросы. Мне реально нравится распоряжаться своим временем исключительно самостоятельно. Это, безусловно, должно следовать от вашей самодисциплины, и если распоряжаться этим временем вот на отдых, то вы просто ничего не заработаете. Но однако же, я не помню, когда я в последний раз был в час пике в метро, и я вот живя в Нью-Йорке, я даже не знаю, а оно вообще бывает супер заполненным, потому что всегда, когда я на нем езжу, оно вот полупустое. Я за реально 8 месяцев ни разу не был даже в заполненном вагоне здесь. То же самое относится к тому, чтобы посещать любые места в будние дни. Всегда гораздо меньше людей где угодно в общественных пространствах, потому что у всех работа, а у меня нет. И все, что я делаю, выходит под моим именем, идет мне в портфолио, мне в копилку и мне в кошелек. А знаете все почему? Потому что уникальность это то, что оплачивается. И в этом есть прям реальный плюс капитализма. Да, я думаю, вот сейчас все активизировались леваки в комментах, которые сейчас напишут, насколько это несправедливая система. Ну да, много вообще чего в мире несправедливо. И, ну, более того, я там не буду пускаться прям совсем в политику, но я ровно как не левак, я так же не радикальный правак, который считает, что нужно разрешить компании махуевать, как они хотят. Но также история про то, что я не хочу быть бизнесменом, я не хочу быть блогером, но я хочу как-то нормально, классно зарабатывать. Да есть куча способов нормально, классно зарабатывать, если вы просто готовы вот считать какую-то актуальную потребность общества и предложить на нее какое-то интересное решение. При этом, безусловно, очень серьезная доля там супербыстрых заработков в интернете, которые вы видите, это, конечно же, скам, но также серьезная доля из них реально существует. Большая часть совершенно не склонна к тому, чтобы рассказывать вот про то, какие уникальные заработки они нашли. Но какое количество людей продает хендмейт штуки в инстаграме, какое количество людей занимается ресейлом популярной одежды, какое количество людей там в последний год просто вовремя спохватились и стали специалистами по нейросетям и сейчас получают охеренные зарплаты. Ровно так же из кучи фитнес-тренеров, которых, ну, точно не назовешь серьезными бизнесменами, ну, некоторые успели додуматься и взять в ковид, сделать свой курс по домашним тренировкам. Кто-то их вообще по зуму проводил и тоже отличные деньги сделал. И можно сказать, что большая часть истории успеха это ошибка выжившего. И если здесь даже не отдаляться от примера медийных личностей, безусловно, Даня Милохин это ошибка выжившего. И чуваки, которые вот вслед за ним пытаются просто снимать липсинки, надеясь, что их красивое личико принесет им там миллионы денег, это все, ну, вот критическое большинство из них, там 90% останутся ничем. Это правда. Но я, например, это история про обратное. То есть, да, мне, безусловно, там какое-то количество раз повезло, но вообще любая медиа деятельность, она про везение. Она про то, что ты просто каждым своим новым продуктом совершаешь попытку попасть вот в какую-то волну, которая тебе резко принесет больше. Как группа каждый раз пытается написать хит, который, возможно, их будет кормить всю остальную карьеру. Но я вот чувак без хитов. И я там за 6 лет Ютуба набрал не так уж много подписчиков, у меня не так уж много просмотров, но я на это живу и именно посвящаю свою жизнь своему делу без того, чтобы попасть вот в этот вот процент сверхвезучих людей. Это возможно. Если вы просто с достаточным постоянством херачите, то это принесет вам результаты. Да, ладно, про плохое потом. Но сейчас хочу опередить мысль, которую часто высказывают в тему нашего разговора, что вот а если все станут блогерами, то кто тогда будет работать на заводах? Кто тогда будет водить автобусы? Кто тогда будет производить еду и вообще работать вот на всех обычных работах? Но, товарищи, никогда не будет такого, чтобы все стали блогерами. Никогда. Вот сколько бы, если все блогеры мира предложат всем остальным людям стать блогерами, не поможет. И даже не только про блогерство и не только даже про творческие профессии, а про любую другую самозанятость, никогда большинство людей не возьмет на себя это, потому что это ответственность. Потому что в любом случае количество херни, которое вместе с этим приходит, оно невероятно огромно, но об этом позже в видосе. Но дело в том, что самозанятость это не простой и непонятный путь, а огромное количество профессий простой и понятный и они для того и созданы, чтобы большинство по ним шло. И возможно вы думаете, блин, какая несправедливость, что вот если я получается не стану каким-то уникальным чуваком-специалистом, если я не открою свой бизнес, я получается не смогу получить все лучшее в этой жизни, все плюшки пройдут мимо меня? Ну как бы да. Ну мне действительно кажется, что это такая же несправедливость, как то, что у меня вот например вообще не растет борода, а у кого-то в моем возрасте она уже пышная и шикарная. Такая же несправедливость, как то, что вы родились например в СНГ, а кто-то родился в Африке, а кто-то другой например родился в Лондоне и у него уже 8 поколений семья супер богатая, что нашим странам например вообще не снилось. И да, в этой глобальной несправедливости конечно же нет ничего хорошего и откровенно говоря в последнее время человечество все больше и больше старается эту несправедливость компенсировать и сейчас все например лучше чем 100 лет назад но мы не об этом говоря о профессиях конкретно но вот скажите почему тот кто выполняет легко заменимую какую-то задачу ту которую может выполнить много кто должен получать больше или хотя бы столько же сколько чувак который исполняет задачу которую никто другой не может выполнить или например могут выполнить только там 10 человек в регионе или он например придумал какую-то штуку которая решает чьи-то проблемы да безусловно можно бесконечно критиковать капитализм за то что там всякие Джефф и Безосы уже просто не могут сами произнести какое количество нулей у них вот в сумме на банковском счете но при этом также это простым чувакам как мы с вами дает возможность найти какой-то вот лайфхак какую-то лазейку сам по себе факт что вот эта вот вся история она может быть каким-то образом подцеплена и обманута как пример говоря про тех же журналистов куча людей в журналистике живут от зарплаты до зарплаты и просто там получают что-то из издания но я например мне вот преподавал мужик который написал серию книг с кулинарными рецептами из русской литературы то есть он просто вычленял что вот подавали в каком-нибудь там вот популярном произведении Пушкина например и писал рецепт из там допустим капитанской дочки и эти книги дофига раз переиздавались и роялти с этих книг кормят его всю жизнь он дальше там преподает уже потому что ему нравится преподавать занимается другими делами что-то для себя пишет и так далее но он вот себя обеспечил одной крутой идеей и он не какой-то потомственный миллионер и это действительно доступно вам если вы готовы в это вложить честно говоря очень многое и то же самое на самом деле можно применить и к обычным профессиям то есть нет ничего справедливого в том что в части мест в России например учителя и врачи могут получать неприлично мало и это вот совершенно в моем представлении не значит что нужно просто идти и страдать и как бы и тоже это не относится как бы к глобальному мироустройству это проблема вот конкретного места потому что там вот в той же Америке если ты стоматолог все у тебя будет вилла рядом с Дэвидом Бэкхэмом понятно я утрирую но общий смысл я думаю понятен и более того подкрепление всего сказанного до этого хочется заметить что даже в рамках стоматологии мне кажется стоматолог который во время сеанса может сделать просто своим разговором этот сеанс менее пугающим в итоге достигнет больше и условно разница в заработке стоматологов которые допустим ну просто какой-то чувак в клинике или стоматолог имя фамилия тот самый имя фамилия она заключается как раз таки вот вышеописанной разницы что все равно как-то я отхожу от изначальной темы ну короче кем бы вы ни были правильно будет растить имя и самое смешное что я читал в комментах с момента своего переезда это ой ну тебе легко переехать ты же блогер ага конечно я ведь вот родился и у меня в свидетельстве о рождении написали Сейн Михаил Саныч блогер то есть да действительно я с довольно раннего возраста хотел вот работать в медиа хотел делать что-то свое а-ля блогерское но в итоге просто какой-то мой вот дальнейший жизненный экспириенс он подтверждал что это правильный выбор и более того сейчас вот разная удаленная работа она открывает все новые и новые горизонты опять же сейчас не будет рекламы но вот реально общий мировой тренд это цифровое кочевничество то бишь digital nomads многие страны вводят такие визы именно для специалистов которые вот получили работу где-нибудь в Европе в Америке в других развитых странах но на эту зарплату в развитых странах они будут жить ну максимум не очень а в каких-нибудь странах подешевле менее развитых они могут приехать жизнь гораздо вот более насыщенную жизнь с большим количеством всяких приколдесов им доступных и при этом скорее даже экономить потому что аренда у них будет гораздо дешевле и если цены на жилье только растут то цены например на авиабилеты не в России они наоборот дешевеют и поэтому для какого-нибудь чувака который зарабатывает в Канаде в которой цены на жилье бешеные удобнее жить допустим в Таиланде и регулярно летать в семье он от этого только реально больше денег у себя оставит и раз у него все равно есть дискомфорт от жизни в Канаде и от жизни в Таиланде то лучше уж с этим дискомфортом мир увидеть и еще один плюс который на первый взгляд может показаться вам сомнительным это возможность работать на двух работах удаленно и если там во времена моей бабушки работать на двух работах обозначало что ты заканчиваешь очень тяжелую смену на заводе а после этого идешь подметать подъезд то в данном случае это значит что тебе на твоей удаленной работе номер один дали какую-то задачку которую понятно что тебе растянули на день но ты-то нашел там способ с помощью чада GPT и чего-нибудь еще хитренького опять же здесь нужна хитрость и уникальность выполнить ее там за пару часов и таким образом у тебя все равно довольно много свободного времени и при достаточном усердии возможно делегирование на каких-то вот других специалистов которые еще не наработали себе бумажечек вы можете получать две полноценные зарплаты как бы две полноценные работы иметь соответственно два полноценных заработка но при этом не упахиваясь на заводе и например живя в другой стране да это действительно звучит непросто но вот например мой доход сейчас складывается из кучи разных проектов а вот эта вот модель с двумя работами одновременно я реально знаю людей которые именно так и делают да звучит не очень просто но с хера ли вообще что-то должно быть просто ребят ну откровенно и последнее вот такое вот воодушевляющее возможно что я вам скажу это то что создателями новых успешных компаний часто становятся люди которые до этого работали в найме в этой сфере то есть они буквально поработали поработали будучи наемным сотрудником увидели как работает сфера и вот увидев все недостатки и что можно сделать лучше и получив при этом опыт открывали собственную компанию и обгоняли в итоге тех у кого когда-то были наемным сотрудником поэтому опять же дерзайте возможно все получится желаю вам этого но теперь переходим к чистому засеру пункт называется свобода в кавычках потому что вот я вам говорил что какие унизительные две недели отпуска в год но знаете сколько вот за 6 лет моей активной вот этой вот всей деятельности у меня было таких отпусков ноль зеро абсолютный ноль потому что я не могу себе позволить настолько отключиться от своих процессов потому что буквально все зависит от меня и сколько бы я людей себе не нанял в подмогу все равно ключевые решения нужно принимать регулярно и все равно мой рост напрямую зависит от моих действий соответственно чем больше я сделаю тем больше я вырасту соответственно как я могу позволить себе останавливаться то есть как бы сколько у меня миллионов должно быть на карточке чтобы я 2 недели тупо чилил пока что у меня никогда не было на карточке такой суммы я могу ее конечно вообразить да придумать но я не представляю что я к ней в какой-то в каком-то обозримом будущем приду и да безусловно у меня это так потому что я вижу главной целью в жизни это какие-то свои достижения то есть ни семью ни какое-то просто получение удовольствия от каждого дня нет я просто представляю и мне вот так искренне кажется что если представлять жизнь как вот какую-то компьютерную игру наибольшего кайфа от этого и наибольшего количества всяких закрытых ходов интересных сундуков с сокровищами и всякого другого что предлагает открытый мир ты можешь получить если будешь качать карьеру и если ты вот будешь если ты свое имя достаточно прокачаешь ты получишь вход в какие-то более уникальные сообщества сможешь получить какие-то более уникальные услуги для своих уникальный жизненный опыт и так далее это там чисто мое мировоззрение я его не навязываю и оно во многом объясняет почему я делаю то что делаю и раньше я думал что такое мое мировоззрение это исключительный плюс но вот сейчас ближе к 25 я понимаю что мой вот этот вот взгляд на достижение во многом отворачивает меня от моего настоящего и какие-то части своей жизни я вообще особо не помню потому что я в них просто делал видосы делал видосы делал видосы и делал видосы да понятно что я занимался там и другой работой опять же и сейчас у меня вследствие этого есть много разных проектов всеми из которых я горжусь и я там пишу крутые тексты песен у меня охеренная мерчуга я в ней творчески реализовываюсь я доволен к чему я в этом плане пришел то же самое я на аутсорсе делаю дизайны которые вот именно от меня они просто дизайны что тоже круто но при этом невозможно не задумываться о том что вот к этим 20 годам какие-то мои сверстники гипотетические которые работали там просто официантами или просто где-то еще работали они получили гораздо больше каких-то жизненных впечатлений у них гораздо больше было поездок куда-то с не особо большим количеством денег гораздо больше каких-то пьяных гулянок без отрицательной коннотации действительно вот мне сейчас кажется что может я маловато пьянствовал пьянствовал гулянствовал и я веду себя кризису среднего возраста постепенно таким поведением хрен его знает и сейчас я дошел до пункта который для меня полностью оправдывает наемную работу и я хотел бы посмотреть на Мишу Сейна из параллельной вселенной который бы этим занимался потому что невозможно комфортно когда тебе похуй когда реально вот все что не касается твоих каких-то рабочих перспектив на ближайший месяц-другой тебя просто не колышет вот что-то там в мире глобальное происходит что-то на финансовом рынке что-то внутри компании какое-то руководство какие-то конкуренты что-то вот еще все варится но это все не твоя запара да даже какая-то твоя ошибка она тебе обошлась там в выговор или в вот вычет из зарплаты но куча последствий которые возможно за этим последовали это не твоя забота у тебя в момент когда заканчивается рабочий день у тебя заканчиваются мысли о работе и ты действительно можешь переключиться ты можешь из этого выйти и заниматься своими делами и жить своей жизнью и вот те же кучи американских зумеров из-за того что здесь есть наоборот культ работы они сейчас себя принципиально от этого отделяют они говорят что я это не моя работа я это вот отдельное существо с своими интересами с своей другой самореализацией это я хочу сказать гораздо лучше чем быть например голодным художником который вот не пошел ни на какую работу и вечно пытается добиться успеха исключительно там своим искусством и творчеством потому что вот можно сказать что я-то исключительно в творчестве своем в своем видеоблоге но товарищи вы могли заметить насколько у меня поменялся вектор моего канала да не сказать что как-то радикально но гораздо меньше у меня видосов про тот же стрит-арт или про те же локальные группы потому что вот ну посмотрите на просмотр последнего видоса про дефтоунс это вам все скажет в принципе о том насколько я в свободном творчестве нахожусь в плане ютуб канала в любом случае я так же как и большое количество бизнесменов удовлетворяю чей-то запрос и к большому сожалению запрос даже не сказать широкого зрителя зрителя который на меня подписался то есть челы которые в любом случае пришли на какую-то нишевую задротскую душнину даже у них все равно недостаточно широкий кругозор чтобы воспринимать весь мой контент даже для них мне приходится расширять какие-то темы вот которые я хочу взять и ориентироваться на более разнообразную массу и то же самое касается даже моих финансов потому что это свобода в кавычках вот например весь предыдущий кусок который для вас там длится минут 15 я записываю сука злой потому что я его записываю второй раз у меня тупо подвел аккумулятор камеры он ее неожиданно выключил у меня не сохранилось 25 минут материала который я по большей части фристайлу фристайлю и мне это нужно проговаривать и я сука зол пиздец потому что потенциально вот в следующий раз когда я буду думать купить себе новую шмотку там лишний раз вкусно поесть или что-то такое я вспомню про этот аккумулятор и мне нужно будет его заменить и купить у меня старый ком мне нужно его обновлять там у меня камера тоже из какой-то прошлой эпохи короче вот вся херня которая вообще есть она вся на мне и она вся отжирает куски от моей жизни и опять же интересно бы было посмотреть как бы выглядела вообще моя жизнь если бы я все-таки был отделен от своей деятельности и вот тоже штука о которой вы возможно даже не думаете когда думаете о работе но я сейчас понимаю что я скучаю по таким вот аспектам вуза и школы как когда ты встаешь с утра вот сейчас у меня с утра есть полтора часа личного времени это то что я безусловно ценю я встаю сижу в ванной сколько я хочу потом иду медленно делаю себе кофе медленно делаю себе кашу залипаю в допустим цивку да ем кашу пью кофе и вот спустя полтора часа после пробуждения я начинаю отвечать на личку в случае с вузом и школой я первые минут двадцать даже не после пробуждения а уже дороги да то есть суммарно первые минут сорок я ненавижу жизнь абсолютно ненавижу все ненавижу что у меня нету этих полутора часов о которых я тогда мечтаю а сейчас получил но потом я уже созерцаю утренний город люди куда-то спешат все такое красивое так классно светится в утреннем солнце и после этого ты приходишь в компанию людей которых ты знаешь у них какие-то свои жизни какие-то судьбы ты чувствуешь себя включенным глобально вот в жизнь человеческого муравейника беседы у кулера и всякое такое в тот момент мне хотелось от них поскорее свалить то есть да безусловно я наслаждался ими в моменте но после там пяти пар я был абсолютно выжат шел домой все и лежал да все отключился и мечтал о том когда я вот смогу туда перестать ходить но сейчас я понимаю что я на те же курсы английского в которых мне недостаточно высокий левел давали я ходил туда во многом для вот этого вот постоянства для того что мне в одно и то же время нужно куда-то идти меня там ждут люди которых я знаю и у которых со мной какой-то общий процесс какое-то общее дело и я тоже я чувствую себя больше в жизни когда взаимодействую с разными людьми и сейчас мне нужно всем этим заниматься самостоятельно и это такая же моя ответственность как миллиард других ответственностей которые я описал до этого а в итоге получается что та же самая тяга к достижениям и та же самая ответственность за собственный рост которая лежит на тебе когда ты вот чем-то самостоятельно занимаешься она тебя отвращает от нормальной социализации от вот прекрасных закатов и восхитительных рассветов и еще очень большого количества жизненных удовольствий потому что какие тебе удовольствия когда ты еще не всего в жизни достиг и опять же понятно что это рифмуется с моим просто вот каким-то типом личности и я очень себе был благодарен например в момент когда мне нужно было переезжать из России что я до этого все строил так чтобы оно могло было быть взято и куда-то где-то что я изначально вот тоже представлял что мне нужна свобода в этом отношении что я не должен быть привязан еще и к месту и в итоге в Грузии я оказывался в компании в которой там типа больше половины людей были айтишниками которые реально сейчас самые нужные люди на планете и я блогер и в итоге те проекты которые мне сейчас предлагают то вот те самые плюшки какие-то уникальные которые я уже получаю за счет своего положения и то что по сути что в Грузии что в Америке что потенциально в любой другой стране в которую я приеду есть какие-то люди которые знают меня за мою деятельность и именно вот я все это время работал исключительно на свое имя то сколько всего хорошего я получил говорит мне о том что я двигаюсь правильно но при этом также я отчетливо вижу все то чего я недополучил но теперь перейдем к тому что я хочу посоветовать вообще всем одним из важнейших преимуществ фриланса или своего дела я вижу гибкость к событиям в мире то есть да там вот условно с началом войны я потерял часть своих доходов у меня стали невозможные часть моих проектов и т.д. но это не сравнимо с тем что потеряли какие-нибудь люди компании которых просто ушли из России или люди которые были ориентированы на международную торговлю и тем более не сравнимо с тем кого просто увольняют с работы а он жил от зарплаты до зарплаты у него страховка зависела от этой работы еще ипотека на нем я доснимаю на айфон потому что меня все аккумуляторы нахер послали сегодня но в общем месседж который я хочу вам донести в том что обязательно имейте бэкапы делаете вы свое дело занимаетесь ли вы какой-то конкретной профессией мир меняется и будет меняться регулярно какие-то профессии уходят становятся неактуальными другие наоборот повышаются ваша квалификация устаревает и всякое такое и тоже к вопросу про высшее образование можно выстроить офигенные стратегии с ним и без него но если вы не будете учиться дальше если вы не будете продолжать наращивать свою актуализацию при том возможно не только в профессии но и в нетворкинге и в каких-то софт скиллах и в осваивании дополнительных скиллов есть отдельная штука про которую я на русском вообще не слышал но здесь есть понятие V-shaped specialist I-shaped specialist M-shaped specialist суть в том что вот допустим буква V это значит два ваших разных скилла две разные ваши сферы вот специфической компетентности которые сходятся в одном в решении одной задачи допустим M-shaped person это значит что у него две сферы компетенции которые дают ему возможность выполнять функции трех разных профессий и так далее и так далее и если у вас нет плана B и вы не бежите вместе с миром то тогда с очень большой вероятностью мир вас обгонит здесь хочется сказать отдельное спасибо чувакам из чата фокус группа Seina в которую я скидываю всякие свои эксклюзивчики наработки по дизайнам иногда просто общаюсь там с чуваками они со мной в прямом контакте мы переписываемся обо всяком но благо я могу тестировать свои творческие продукты на них и в том числе держать связь с реальностью благодаря ним если вам хочется стать частью этого небольшого комьюнити то по максимальной подписке на бусти и патреоне которые на самом деле довольно недорогие вы можете добавиться в этот чатик а еще у меня восхитительная запрещенная в России социальная сеть инстаграм восхитительная разрешенная в России социальная сеть телеграм с крутыми авторскими материалами еще паблик короче у меня все соцсети в описании они просто вау шик блеск а на этом все спасибо что досмотрел ты знаешь только подписки а